Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос. Вот, хотел бы дать какую-то вам обратную связь на него. Ну, во-первых, как я думаю, вы сталкивались с проблемой одиночества, с проблемой отчерденности и раньше. Дело в том, что, безусловно, вы ни в коем случае не виноваты в том, что с вами произошло, но жертвами насилия очень часто становятся люди достаточно потеряны, люди не в ресурсе. И, соответственно, это достаточно такая серьезная закономерность, как мне кажется, которая в первую очередь связана именно с тем, что человек находится в отрыве от себя. Вот, собственно, то, о чем вы говорите, по сути дела, и про свои достижения, и про то, что вам сложно выстраивать отношения, и про свой нарциссизм. Вот, такое ощущение, что вы мечетесь из одной и крайности в другую, то есть крайность, что я самая плохая, а крайность, что я самая хорошая, недооцененная. Совершенно не случайно, а связанная с тем, что вы себе не доверяете, как мне кажется, вы не доверяете себе не только с момента травмы, но и раньше, раньше вы тоже себе не доверяли. Вот, как мне кажется, ну, связано это с тем, что, опять же, вот, отношения с вашей мамой, да, наглядно демонстрируют то, что доверия в них, в этих отношениях, мягко говоря, не было, мягко говоря, немного. И то, что вы, несмотря на отсутствие доверия к своей, несмотря на отсутствие какой-то вот эмоциональной близости, например, с мамой все равно, чего-то такого от нее ожидали, да, вот. Вот, наверное, наверное, все-таки, говорит о том, что себе все же вы не доверяете. Вот. И, на мой взгляд, это, вот, очень важный, очень важный этот момент. Чтобы находиться в отношениях с другими людьми комфортно, чтобы не бояться сближения, ну, с другими людьми и так далее, крайне желательно доверять себе. Если этого не происходит, то, соответственно, ну, возникают определенные трудности, конечно же. И, на мой взгляд, на мой взгляд, именно с этими трудностями, именно с этими моментами, то есть моментами заметить в себе вот те реакции, которые у вас возникают, и как-то выразить их, как-то проявить их, в первую очередь нужно работать. Вы мечетесь, вы мечетесь из нуждаемости в поддержке любви до потребности уничтожить всех, кто на вас посягают. И это очень тяжело в эмоциональном плане. Сюда же можно приписать и то, что вы пытаетесь доказать, ну, пытаетесь доказать что-то людям, вот. Что, в общем-то, забываете про себя, вот. И, на мой взгляд, вам нужно обратить внимание именно на это. Ваш термин, термин грязь, который вы используете в контексте, в контексте, эээ, себя. Это, эээ, термин, как вам кажется, эээ, связанный с болезнью и с травмой, но, как мне кажется, то, что вы несете, эээ, всю свою жизнь, еще до, травмы, еще до, эээ, того, что с вами произошло, это ощущение, что вы какая-то не такая. И все время вы себя пытаетесь наполнить, вы говорите, что работаете с, эээ, вот я сейчас процитирую, с психологами, сексологами и психотерапевтами. То есть, эээ, я бы спросил у вас, эээ, здесь, эээ, какой, какой смысл, какое, какое значение вы вкладываете для себя в это. То есть, вы считаете, что, эээ, вы считаете, что, эээ, это показатель чего-то конструктивного? Ээээ, ваша сверхактивность, это показатель чего-то конструктивного? На мой взгляд, эээ, конечно, но остаетесь ли вы собой в этом? Судя по тому, что вы говорите, нет, судя по тому, что вы говорите, не показатель. И, несмотря на то, что вы много говорите о поддержке, много говорите об одиночестве, много говорите о том, что, эээ, что вы нуждаетесь в других людях, но парадокс, на мой взгляд, заключается в том, что, эээ, нуждаться в других людях и получить из этой нужды какой-то для себя позитивный опыт можно только, если, ээээ, замечать, если замечать, ээээ, границу ответственности. Это же касается травме, это же касается болезни, это же касается ощущения грязи в этом щекове, это же касается ощущение... Это же касается взаимодействия с людьми. И, эээ, вы как будто бы не чувствуете... Да, это же касается интимных сфер, эээ, вы не чувствуете границ, эээ, нет ничего плохого в том, как вы себя ведете, но если вы не чувствуете, где ваши границы, где граница другого человека, если вы не чувствуете себя, если вы не ощущаете, что с вами происходит в тот или иной момент с тем или иным человеком, то ничего хорошего из этого не получится. В вашем желании кого-то уничтожить, кого-то подчинить, победить, то же самое вы стараетесь сделать с другим человеком то, что изначально, судя по всему, направляется на вас. Вы наказываете других людей так, как могли бы наказывать себя, но сама интенция к наказанию, сама потенция наказания возникает из-за взятой на себя своих ответственностей, из-за, вероятно, того, что вы с детства пытаетесь оправдать ожидания кого-то или кого-то из близкого, например, своей мамы. И нет, я не являюсь в этом смысле психоаналитическим. Об этом я не сторонник того, чтобы обсуждать, например, или чтобы работать, например, обязательно с детско-родительскими отношениями. Но я думаю, что это могло бы в какой-то степени послушать вам вот таким пониманием, да, таким пониманием, куда двигаться, пониманием, куда вам идти, пониманием, в каком направлении, ну, вам, куда, в каком направлении вам смотреть, вот. Я бы, наверное, вот сказал бы так, и понятно, что вам уже решать, безусловно, как с этим обращаться, вы можете, вы можете либо, ну, либо принять это, либо нет, вы можете либо как-то отнестись к этому, либо нет, вот. Но я надеюсь, я надеюсь, правда надеюсь, что какой-то, какой-то элемент, какие-то, ну, какие-то мысли у вас появятся на этот счёт, потому что мне кажется очень важным, вот эти аспекты, о которых я говорю. У вас, судя по всему, не было в полной мере опыта проживание боли, боли от того, что он с вами произошел. То есть, как мне кажется, в полной мере, боль вы не прошили. Боль, я имею в виду, от травмы, которая с вами произошла. И если это так, то, конечно же, вам очень тяжело, потому что боль это никуда не делается, возможность отдаться, возможности отдаться и прожить её, отдаться этой боли и прожить её с кем-то, с кем-то, с кем-то, судя по всему, у вас так же нет. И некоторая изоляция, некоторая такая вот покинутость, некоторая такая брошенность, она, конечно же, чувствуется. Не совсем в данном случае понятно, что произошло с коллегой, с которой вы работали, которая вам помогла за один, ну, как вы говорите, сеанс, вот, не совсем понятно, что там случилось. То есть она вам вроде бы как помогла, вот, это хорошо, что она вам помогла, безусловно. Но почему вы как будто бы не продолжили с ней работать дальше, если она вам помогла? Вот этот момент не совсем ясен. На мой взгляд, вполне было бы логично, чтобы продолжали работать с ней, вот, а не каким-то количеством специалистов, которые могут быть хорошими, первоклассными, сами по себе, но в больших количествах эти люди, к сожалению, к сожалению, единственное, вот, чего, чего могут добиться, это, пожалуй, только некоторого фона. То есть единственное, чего могут добиться люди, это фон. Когда у вас фон, что много, много людей со мной работают, вот, как сказал, какая-то активность идёт, какая-то движуха идёт, и всё, вот. К сожалению, это редко, когда бывает эффективно, редко, когда бывает достаточно. Вот, поэтому тут, на мой взгляд, нужно смотреть на что-то, вот, более важное, чем то, как вы организовываете работу со специалистами. Дальше, на мой взгляд, у вас имеет место компенсация, вот, сверхкомпенсация, вот, когда вы, вот, рассказываете про то, чего вы добились, про то, как много вы сделали и так далее. Вот, на мой взгляд, это, ксеркомпенсация, то есть, со мной что-то произошло, я должна теперь, ну, как-то восстанавливать, ну, вот, и если я не восстановлю, да, то произойдёт что-то очень и очень страшное, вот. Но, как мне кажется, от себя, от себя убежать у вас всё равно не получилось, и это нормально. Нормально, что не получилось от себя убежать, вот, потому что от себя убежать, ну, всё-таки невозможно. Вот, вот, потому что, куда бы вы не повернулись, да, ну, всё равно, всё равно, всё равно будете вы, вот. То есть, это, всё равно вы, куда бы вы от себя не пытались сбежать, и, мне кажется, что, вот, вот, в какой-то степени, то, что, ну, то, о чём вы, например, говорите сейчас, допустим, вот, это как раз про, может быть, какое-то осознание, осознание того же, того, того же, того, что, я не убегу, не смогу убежать, вот, что, куда бы я ни бежал, а всё равно, всё равно, я, ну, всё равно я остаюсь, ну, всё равно я остаюсь с собой, как бы, вот, всё равно я от себя не могу убежать, вот. Вот, это, может быть, неприятно, это, может быть, может быть, достаточно сложно и больно принимать, вот. Вот, но, если вы не одна, вот, то это не так сложно, вот, но другое дело, что вы, как раз таки, чувствуете себя одинокой, как раз таки. Это момент довольно печальный. Дальше. Так, значит, суть в том, что было в моей жизни до недавнего момента, суть в том, что это было. Значит так, ну, в принципе, вот, это основное, то, что я хотел вам сказать, но всё остальное, на мой взгляд, это следствие, вот, как мне кажется. Вот, всё остальное, на мой взгляд, это именно следствие, вот, поэтому, надеюсь, что это вам пишет до размышлений определённый раз. Что за всем этим делать, можете спросить вы, и будете правы в своём вопросе. Как ни странно, научиться говорить внутренне нет, внутренним же голосам людей, в частности, маме, которая может сознательно или бессознательно пытаться вызывать у вас чувство вины, как ни странно, но это прямой путь к тому, чтобы начать, ну, ну, начать двигаться в направлении, ну, направлении улучшения своей жизни. Вот, как ни продакциально. Вот, не знаю, насколько мою точку зрения вы разделите, вот, и разделите ли вы её вообще, вот, потому что вполне может быть, что нет, но мне всё же хочется верить, что хотя бы немного вы увидите в этом, ну, что-то подходящее для себя, вот, мне бы это очень хотелось для вас. Вот, первоначально вы брали ответственность за определённых, судя по всему, людей, первоначально вы брали ответственность, судя по всему, за своих близких, вот. Первоначально вы брали ответственность за тех, за кого бы не должны брать ответственность, вот. Ну, мне так, по крайней мере, показалось, исходя из вашего рассказа, вот. Потом, потом это переросло в травму, вот, то есть потом это переросло в эпизод насилия, вот. И, в итоге, потом это стал таким элементом компенсации, вот, ну, то есть, вот, желание компенсировать, вот. Вот, вот, а дальше вы столкнулись, по сути, с разочарованным, вот. Вот, как мне кажется. И вам сейчас действительно тяжело, вот, у меня есть к вам сочувствие, вот, у меня нет к вам какой-то жалости, у меня нет к вам, мне вас не жаль, в этом смысле, вот, но сочувствие к вам где-то словно есть. И желание помочь есть тоже, хотя я и отдаю себе отчет, что, возможно, вы, ну, возможно, вам действительно сложно пропускать к себе людей и сложно пропускать к себе мужчин, вот. Важно не просто пропускать к себе мужчин, важно чувствовать, когда вы хотите пропустить мужчин, важно чувствовать, когда вы хотите это взять, а когда нет. Вот. Если вы будете честны с собой, если вы, ну, условно говоря, научитесь честности с собой, то у вас появится реальный шанс жить более лучшей жизнью, чем вы живете сейчас. Вот. Хотя может, может вам показаться, что, ну, вот, что, то, что я говорю, это не очень все для вас актуально и хорошо. Вот. Давайте на этом закончим, я очень хотел, очень хотел вам ответить, очень хотел дать какую-то обратную связь, потому что, я увидел, что, ну, довольно мало вам ответов, коллеги дали. Да, да. Дали. Вот. Мне хотел, я хотел, чтобы было больше ответов. Мне хотелось, чтобы вы получили обратную связь. Вот. Вот. Теперь вам нужно эту обратную связь несколько обратить в себя. Вот. Вам нужно теперь постараться увидеть, как вы восприняли эту, ну, мою условно обратную связь. Вот. И что вы хотите с этим делать? Дальше я имею ввиду. То есть, вот, как вы хотите с этим обратиться. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация, так или иначе, ну, будет разрешена. Вот. А мы вам в этом поможем, если вы захотите. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok